Штаб общественной поддержки «Единой России», в котором будут собирать предложения в народную программу, открылся в Петропавловске. Торжественная церемония, в которой приняли участие представители «Единой России», общественных организаций и депутатского корпуса, прошла 10 августа. Одним из важнейших форматов работы штаба будут и личные приёмы граждан, и взаимодействие с экспертами на площадках штаба. И я уверена, что штаб станет местом коммуникации политиков с общественностью Камчатского края, местом сбора, ещё раз подчеркну, народной программы «Единой России», программы, с которой партия идёт на выборы в этом году. Заместитель секретаря регионального отделения партии Павел Есевич напомнил, что лидер списка «Единой России» Владимир Солодов подчеркнул, что одной из важнейших составляющих успешного развития региона является команда. Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» может стать ещё одной площадкой, которая объединит неравнодушных людей, некоммерческие организации, которые у нас сегодня существуют, и которые позволят всем нам вместе двигаться на благо Камчатского края для его развития. Работа в штабе общественной поддержки будет идти в разных форматах. Это круглые столы, вебинары, встречи с экспертами и приёмы граждан. Камчатский штаб возглавил Андрей Лиманов, руководитель региональной общественной приёмной и председателя партии. По всей России открываются штабы общественной поддержки. Центральный штаб возглавляет Карелин Александр Александрович, наш легендарный спортсмен, все вы знаете. Очень символично, конечно, что штаб разворачивает свою работу на базе общественной приёмной. Люди знают и адрес, и наши дела добрые, которые уже на протяжении многих лет мы делаем вместе с депутатами всех уровней. Здесь приёмы ведут губернатор, члены правительства, федеральные структуры, общественные организации. Все вместе ведём приём, помогаем людям. Сразу после открытия прошло подписание соглашения о сотрудничестве с шестью общественными организациями региона. Уже в ходе открытия прозвучал ряд предложений и инициатив от общественников, которые будут проработаны и могут войти в народную программу. У нас есть ряд предложений для внесения в программу развития региона. Это как программа развития общин, как социально несущую роль, чтобы они выполняли. Обеспечение доступной рыбой населения за счёт рыболосной общины и соответствующее увеличение их наделяемыми объёмами водно-белородических ресурсов. Также программу развития социальных программ нашего народа, развития языков, культуры. Сегодня нами подписано соглашение о сотрудничестве со штабом общественной поддержки партии «Единая Россия». И мы готовы сотрудничать в части юриспруденции, в части оказания гражданам бесплатной юридической помощи, в том числе лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В составе штаба общественной поддержки «Единой России» входят представители Народного фронта, некоммерческих организаций, организаций молодёжи, ветеранов и многодетных семей. Народного фронта